вышли мы из главной автостанции приехали в иерусалим вышли и вот идем здесь трамвайный пути мама сказала что вроде как одна миля идешь и дойдем и до старого города в общем сегодня мы в иерусалиме пока мы идем по новой части смотрите какие дома заброшены страшненькие там впереди новые дома идем в общем по горам долины такие долины домов на горах построены вообще мы идем по новому иерусалиму ищем старый велосипедная дорожка нас чуть не задавили тут вон значок что-то велосипедная дорожка о какой смотрите какие деревья хотела включила камеру хотела все это деревья показать но мы их похоже прошли они прошли вот это это дерево вот с такими вот что это такое шишечками вот такими вы знаете что я помешана всяких растениях вот показываю вам деревья за одну улицу покажу вот эти деревья растут посерединке интересный такой город широкие улицы и много 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 религиозных людей очень много такой вот трамвай весь битком забит просто битком поедет интересно куда вперед или назад можно конечно было сесть на трамвай но мы решили пешочком пройтись так интересней агафе осталась мама опять со своей бабушкой с моей мамой потому что ездить будет неинтересно ее только мучить будет это потому что здесь жарко ей тут ничего интересного нет предлагала лёши с мишей остаться потому что они мучились когда мы ехали в иерусалим были когда в иерусалиме им было тяжело тем более мы сегодня наверное не пойдем по святым местам хотя не знаю посмотрим как мы там куда мы завредем мы погуляем просто по городу по улочкам не спеша без всяких гидов которые гонят себе куда-нибудь старинная машина пароль строить по моему сеть фотографируют и такая машина старинная да магазинчики часа немножко покажу ли сенсека выпечка 11 шекелей стоит такая коробочка тут вот для кухни всякая разные цены видите да здесь посуда видно здесь хлеб он хала лежит голубь тут летает носится ребенок в коляске усуганет вкусный кончик тут тоже хлеб мы идем здесь оживленное какое-то место вон соковыжималки 400 шекелей соковыжималка 11 паун это 5 шекелей очень много солдат очень много людей что-то продают на улице всякую всячину ненужную бижутерию так зеленый свет мы идем здесь видимо продают какое-то постельное белье или что-то а скатерти разные скатерти и флажочки кафешка какая-то бюджетненькая еще магазины со всякими нужными принадлежностями для дома в общем и ищем чувствуя что мы скоро подойдем он мага этот самый магазин не магазина фрукты продают фрукты и овощи о какая улица это так называемый шук базар смотрите что это такое лепестки роз по моему да да какие-то лепестки вон смотрите розы заваривать чай да острый перец лаврушка черный перец сушеные грибы зеленый перец белый перец красный перец в общем смесь это магазин специй мы идем дальше здесь рай для любителей платьев и юбок потому как здесь много очень религиозных тут очень много юбок и платье я купила себе платье и агафии одного и того же цвета то есть одинаковые платья на меня и на агафию представляете дома померяем покажу как это выглядит по графе будет первое длинное платье тратик классно здесь базар тоже всяких разных овощей там он вижу специи все у нас ведь вон мед продается в общем мы гуляем очень здесь интересно очень интересно особенно как искал для тех кто любит длинные какие-то юбки ну не мини юбки а вот до колена потому что религиозные носят юбки ниже колена то есть разных цветов разных там материалов но ниже колена ну и платье естественно что это такое это не винограда я думала виноград нет это шелковица нет листья похоже на шелковицу чем здесь кафешка такая с разными растениями а вон виноград смотрите вот виноград но винограда нет мы кстати проезжали очень много виноградников виноградники виноградники и оливковые всякие там какие-то плантации то есть много-много всего растет земля занята под сельхоз угодья кстати в израиле в израиле да в израиле в израиле кстати 6 урожаев картошки выращивают год представляете 6 урожаев картошки и в наших английских магазинах есть израильская картошка так вот экспортирует периодически мне в комментариях пишут что как же вот я в юбках все живу хожу почему я джинсы не одеваю удобнее так далее вот пожалуйста вам страна город где все в юбках где где даже солдатки многие в юбках то есть живут люди в юбках и живут хорошо вот переди например религиозная женщина в юбке в длинной в черной и вижу нее колготки даже или носки не знаю в общем в такой вот жаре так у нас там зеленый свет или автобус перекрыл нам светофор не видно было какой цвет так вот я говорю целая страна целый город ну потому что в аждоне меньше религиозных здесь больше здесь вообще я смотрю все женщины в юбках не вижу в штанах а вон женщину вижу в штанах вот там ну в принципе очень много в юбках все в 99 процентов и ничего живут и вот как-то другой мир для кого-то а для меня этот мир так близок потому что в англии не найдешь хороших платьев не найдешь хороших юбок и здесь вот есть возможность что-то такое присмотреть как я сказала я уже купила платье себе агафьи может быть еще что не присмотрю лучше правда чем магнитики на холодильник лучше купить какое-нибудь платье и юбку не знаю там тапочки чем магнитик 20 на холодильник смотрите дядя несет ветки от пальм как вы думаете что это вы можете подумать что это наверное робинзон круза нет это не робинзон сейчас я расскажу почему показать пока мы не прошли смотрите библейские всякие на холсте нарисованный вот это моисей до воду раздвигает тут видимо я не знаю что это учат как красиво здесь не разрешает снимать ладно ну общем интересные всякие религиозные тут вещи картинки что я хотела сказать человек который нес пальмы совсем не робинзон круза нет потому как сейчас скоро будет праздник суккот так называемый это когда люди строят такие как палатки в которых живут если я не ошибаюсь по моему неделю такой вот праздник есть и это как бы в честь того в память память того что израильский народ жил в пустыне долго палатках жил в общем память того тех времен когда израильский народ жил в палатке вот такой вот праздник называется суккот и люди по платьишко смотрите синтетика до синтетика и люди строят эти палатки семьи я точно не знаю они по моему там не ночуют может быть я ошибаюсь не знаю точно но они там проводят день они там кушают в общем как палаточную них неделя и они крыль на крышу накрывают ее вот этими ветвями пальмовыми ну такая традиция видимо раньше так это делали шалаш видимо из чего-то из палок какой-то материала сверху вот эти вот и пальмовые ветки тут еще магазинчики разные материал всякий разный материал можно купить что-то свое сшить если очень хочется обувь магазина обуви и мы идем дальше здесь какие-то платье уже такие видимо вечерние смотрите какое платье нам конечно синтетическое ну да синтетика но такие вот тоже платье есть видимо когда куда-то идут смотрите платки еврейские до платочки может стоит купить такой такой вот платочек еврейский разных цветов сейчас очень подберу если что-нибудь куплю я потом покажу вам и хочу сказать кое-что про эти платочки может быть на обратном пути куплю просто как-то побежали дальше в общем может быть на обратном пути куплю платочки копия тех платков они платок это как не зайка косынка как и шапочка как ее назвать не знаю копе тех и платочков косынок которые жил то ли на стерлигова если кто знают наверное знают такую до личности как герман стерлигов знаете наверное что у него из жена алена стерлигова и она вот reste от разную одежду православную и шьет вот такие вот как платочки что-ли так и которые не надо завязывать Которые так сшиты, что их можно просто одеть И будет выглядеть так, как вот эта точка Вот, так они копия Тех, что Алена шьет Только у Алены, по-моему, сзади подлиннее Кончик торчит, а здесь Покороче, а так, в принципе, то же самое Может быть, на обратном пути куплю Мало ли пригодится Напишите в комментариях, что это за музыка Ладно, мы до конца не будем дослушивать песенку Потому что нам нужно идти Напишите в комментариях, кто знает, что это за мелодия Кто знает Потому что я, например, знаю, что это за мелодия Поэтому я вас и спрашиваю, кто знает, что за мелодия К бомжам, наверное, в Израиле хорошо в тенечке лежать А тебе не Лондон, где холодно Лег так куда-нибудь в тенечек И все, и отдыхаешь Люди добрые, подаяния дают Маш, тоже бомжами заделаться Пожить так месяцок И вернуться в свою холодную Англию Не, шутка Я уже хочу домой Я уже устала от этих путешествий Агафья вчера увидела, как я В компьютере смотрела какое-то видео С Англии И увидела дом И заплакала Мама, я хочу в этот домик В этот домик хочу Я говорю, мы дома уже Мы здесь дома Нет, в этот домик Показывает пальцем на экран И говорит, что она хочет в тот домик То есть она тоже уже скучает по дому Она каждый вечер нам говорит это Сейчас хочу вам немножко такой секрет раскрыть Может быть, кто-то не знает Вон, например, впереди идет религиозный еврей И с ним женщина идет Волосы у нее распущены Юбка до колена Все как правильно Вон из чего тоже религиозно идет Женщина с распущенными волосами Все вроде как бы, да? Но почему же у волос, вы спросите, распущены Длинные, распущены волосы А потому, что это не волосы Это парик Все религиозные замужние женщины Должны покрывать голову Если они не покрывают голову То они одевают парик Поэтому все религиозные женщины Которые не покрыты головы У них причесанная красивая прическа Ровненькие, красивые там Или завитые волосы Это все парик Вот такой вот вам секрет открыла Кто не знает Ну и многие тоже с покрытыми головами То есть убор какой-нибудь головной Магазин Галерея Картины Смотрите, какое красивое Цветы Это что-то в таком стиле В итальянском А это вон Иерусалим Красный Почему-то он красный Непонятно почему Но мы заходить не будем Потому что, скорее всего Не разрешат снимать Не знаю, почему Они как-то нерадостно относятся Потому что я их буду снимать Кстати, в Иерусалиме Немножечко попрохладнее Чем в Ашдоди Может быть потому, что В Ашдоди большая влажность 60% влажность А Иерусалим находится на горах И здесь все-таки как-то ветерок Не так жарко А зимой здесь намного холодней Были даже зимы Когда здесь выпадало немножко снега Все парализовывалось сразу Они не знали, что с этим делать Снега буквально 2 сантиметра Но у людей был шок От такого Так что на горах Иерусалима Часто бывает снег Ну вот, например Как вы помните историю Когда родился Иисус Барашки были И был уже что? Снег Вот это, видимо Как раз Декабрь-январь Когда Когда был снег Вот такой вот год Итак, мы дошли Вышли По этой длинной-длинной улице Шли Шли полчаса Не знаю Тут, по-моему, больше мили Тут, наверное, мили 2 И вон виднеются Стена Стена старого города Правда, стена не очень Новая Не очень старая Она 16 века Построил ее Султан какой-то там Тот как раз Султан, у кого жена была Как ее? Роксолана Роксолана И вот Она его, так сказать Уговорила не уничтожать Этот город А наоборот Ну, короче, спасибо ей Что Иерусалим Опять Еще один раз Не был разрушен Так вот эту стену Как раз Вот этот вот Султан и построил Не помню, как его зовут Мы переходим На ту сторону Скорей, скорей Миша, скорей Миша сейчас спросил меня Нападали ли Крестоносцы на Иерусалим Да, они нападали Я, правда, не помню В каком точно Году Они нападали Миша Они тут всех поубивали Все вообще Поразрушали А потом отстроили Заново И как бы Красиво все построили Но да Было такое Что даже было По щиколотку Вот здесь щиколотка Вот здесь вот так вот По щиколотку В крови было все Вот так вот Рассказывает история Что да Крестоносцы сюда доходили И тут все Не, крестоносцы На Москву По-моему Не ходили На Россию На Россию Да, ходили Вот такие вот Веселые крестоносцы были Веселые крестоносцы